Я в этом увидел очень много, и мне кажется, это очень симптоматичный и интересный момент с политологической точки зрения. Если мы рассмотрим, а часто сравнивают турецкую ситуацию с ситуацией в арабских странах, с арабской весной, так называемой, хотя там никакой весной не пахнет, то здесь есть одно явное и очень серьезное отличие, на мой взгляд. Все-таки те события, которые имели место в арабских странах и в ряде из них привели к смене режимов, они были в значительной степени инспирированы извне. И здесь явно ощущается и рука спецслужб, и рука, так сказать, некоторых западных стран и так далее. Что касается Турции, там ситуация другая. И вот как раз вот эта специфика, она и обозначает в моем понимании начало некоего нового формата политической борьбы. То есть если в арабских странах интернет-революции, я бы так это назвал, были созданы искусственно во многом, то в Турции это произошло стихийно. Турция это страна, которая по своему развитию и культурному, и промышленному, и интеллектуальному существенно выше, чем те арабские страны, где проходили революцию до того. И тот факт, что буквально незначительный повод дал возможность дестабилизировать очень серьезно политическую ситуацию в такой стране, причем стихийно и без поддержки извне, на мой взгляд, он говорит о том, что мир вступил в ту фазу своего развития, когда в некоторых обстоятельствах политические события могут носить абсолютно непредсказуемый характер и возникать совершенно стихийно, буквально на ровном месте. Конечно, комментаторы, те, кто постоянно занимается турецкой проблематикой, они отмечают тот факт, что там было основание для такого развития событий. Оно заключалось в том, что когда Эрдоган приходил к власти, на первых и вторых выборах, значительная часть населения не приняла его идеологию исламизации страны. Поэтому, что называется, нужен был лишь повод. Не было бы этого повода, возник бы некий другой повод. Но в то же время сам факт того, насколько быстро раскрутилась эта ситуация, какой массовый характер она приняла, свидетельствует о том, что в политической борьбе интернет-инструменты, коммуникативные связи, они начинают приобретать особое значение. Продолжение следует...